МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала АЛЛАО Новости. В студии Елена Щегельская. И коротко о главном. Государственные служащие Кустаная приняли сегодня присягу, как это происходило и о чем мечтают молодые госслужащие. Расскажет Наталья Басмурзина. Кустанайцев приглашают на бесплатные компьютерные курсы. 17 июня в области стартовали курсы цифровой грамотности. Кто может стать их слушателем, расскажет Болслу Аликенова. Впервые участники ралли ретроавтомобилей проезжали через территорию Казахстана. Сегодня приняли участие около 120 машин. Подробности расскажет Камила Толтумбаева. Молодые государственные служащие Кустаная принесли сегодня присягу. Мероприятие впервые прошло в необычной обстановке. И сцену в помещении заменили на аллею на свежем воздухе. Сделано это было в честь наступающего праздника Дня государственного служащего, который пройдет уже в это воскресенье. На этой неделе в Казахстане отметят День государственного служащего. Он пройдет 23 июня. К этому празднику и приурочили один из важнейших шагов в жизни молодых госслужащих – принятие ими присяги. Сегодня будут принимать присягу 5 молодых государственных служащих. Здесь в торжественной обстановке такие же мероприятия проходят по всей области. Формат особенно с тем, что сегодня это проходит на аллее государственных служащих города Кустаная. Один из пятерых молодых сотрудников – Айдын. Ему всего 23 года. С самого детства он мечтал стать президентом страны. И вот теперь говорит, что сделал к этому первый шаг. Я думаю, мы вступили в ответственный шаг, приняли присягу и буду работать в дальнейшем во благо народа. Поддержать Айдына пришла его семья. Они рассказывают, что парень сделал правильный жизненный выбор. Ведь у него много достойных качеств, которые помогут ему в работе. Конечно, помогут. Он хороший, добрый, честный. И желаю ему успеха и всех поздравляю с этим праздником. Торжественно клянусь соблюдать конституцию и законодательство страны. Добросовестно и профессионально служить народу. Среди тех, кто принял сегодня присягу – Малик Кудабаев, Арман Аринов, Валерий Дробков, Айдына Мерку и Марьям Кубекова. Поздравить их пришли ветераны государственной службы. Со сцены они делились опытом и выражали надежду на достойную смену. Они становятся настоящими государственными служащими, которые будут двигать нашу страну вперед. Я думаю, что с новыми подходами к жизни, с новыми подходами к своему пониманию на госслужбе, они многое новое могут внести в нашу жизнь. И мы теперь будем свои ожидания связывать с тем, что они своими действиями все-таки ускорят приближение нашей страны к вхождению в 30-ку развитых стран мира. Те, кто уже много лет работает на постах в государственных органах, сегодня обращались к молодым лишь с одной просьбой – честно нести свою службу. Хотел бы пожелать в первую очередь, чтобы каждый из них осознавал и глубоко понимал смысл слов, которые заложены в присяге. Жители области приглашают на бесплатные курсы цифровой грамотности, которые стартовали во всех регионах страны 17 июня. Обучение проходит на базе школ и библиотек и продлится до 31 августа. Пока желающих освоить компьютер не так много, всего в области готовы принять до 10 тысяч слушателей. Как можно поступить на компьютерные курсы, расскажет Болслу Аликенова. Нелли Бельская работает учителем русского языка и литературы в средней школе номер 23. Как только педагог узнала о старте бесплатных курсов, поспешила записаться. Хоть и направление ее предмета гуманитарное, учителю приходится ежедневно работать на компьютере. Я не скажу, что я совсем не владею компьютером, но вот какие-то небольшие такие детали, может быть, составить какую-то презентацию, может быть, составить какую-то более сложную таблицу. Поэтому для этого я записалась на эти курсы. Без владения компьютером никак нельзя, я думаю, в нашей жизни. Бесплатные курсы стартовали 17 июня во всех регионах Казахстана. В Кустанае курсы цифровой грамотности проходят в трех школах и семи библиотеках. Их могут посещать все желающие, без возрастных ограничений. Курсы цифровой грамотности проводятся по основным пяти направлениям. Это первое из направлений – это обучение базовым навыкам пользования персональным компьютером. Второе направление – это обучение пользоваться порталом электронного правительства. Третье направление – это направление обучения базовым навыкам электронной торговли. По четвертому направлению слушатели курсов научат работать с такими программами, как открытые данные, нормативно-правовые акты, открытый диалог, бюджет. И в завершении расскажут, как защитить свои личные данные в интернете. В текущем году планируется до 10 тысяч человек, но в прошлом году, допустим, у нас тоже был план 10 тысяч. По факту обучили более 15 тысяч человек. Адреса, где проходят компьютерные курсы в вашем городе и районе, можно узнать на сайте Акиматов, либо по номеру телефона 109 Айкумек. Отметим, что занятия проводятся в рамках реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан». По этой же программе сами преподаватели курсов также прошли обучение. Обучение проходило совместно с сотрудниками НАО «Государственная корпорация правительства для граждан» АО «Казпочта». Также были приглашены сотрудники ДКНБ. Благодаря таким курсам в стране планируют повысить уровень цифровой грамотности населения до 80%. Диара Ахмечин, Болслу Аликенова, РТН. К другим темам. О двух ДТП и пожаре в многоэтажном доме сообщили нам сегодня наши зрители. Корреспонденты АЛАУ выезжали на места указанных событий и выяснили их детали у сотрудников служб экстренного реагирования. Подробности происшествий в нашей рубрике – коротко. Автомобиль прокинулся после столкновения с другой машиной на одном из перекрестков Кустаная. Видео на месте событий сняли очевидцы. В районе военного городка утром 20 июня столкнулись «Лада Приора» и «Нива». По информации, переданной в ответ на наш запрос пресс-службы департамента полиции Кустанайской области, за рулем седана находился 19-летний водитель. Выезжая на своем автомобиле с улицы Руднинской, он не пропустил «Ниву», которая следовала перпендикулярно ему по улице Гвардейской. От удара внедорожник российского производства отлетел на обочину и перевернулся на крышу. У него оторвало задний мост. Повреждены и другие части автомобиля. У «Приоры» разбита передняя часть. По информации полиции, несмотря на такие повреждения, серьезно никто не пострадал. На кадрах виден сидящий в стороне от «Нивы» человек. Очевидец, снявший видео, сообщил, что это водитель, перевернувшийся машины. Ему, по данным полиции, 27 лет. В отношении водителя «Лада Приора» составлен протокол по статье «Нарушение водителями правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств». Административного кодекса Казахстана. В другом ДТП в этот же день пострадал человек. На нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил 17-летнюю девушку. Наезд был совершен в Кустаная около полудня на улице Войнов-интернационалистов в районе 15-го магазина. 27-летний водитель автомобиля ВАЗ-21103 не успел достаточно затормозить, и его автомобиль сбил переходившую дорогу девушку. Как сообщили очевидцы, на место происшествия приехали медики и старшая сестра пострадавшей. Ее доставили в больницу на скорой с подозрением на сотрясение мозга. Вызванные на место полицейские произвели замеры, составили схему ДТП. По данному факту собран административный материал, сообщили в пресс-службе областного департамента полиции. Пожар произошел в строящемся доме номер 20 в Кустанайском микрорайоне «Юбилейный». По данным пресс-службы ДТП в Кустанайской области, сообщение о возгорании поступило на пульс службы пожаротушения около 10 часов. В незаселенном доме ведутся коммуникационные и отделочные работы. По неизвестным пока причинам, в подвале загорелся утеплитель. Из окон поводил густой черный дым. На место выехали два пожарных расчета и 10 человек личного состава. По причине сильного задымления при тушении работало звено газодымозащитной службы. Возгорание устранили примерно в течение получаса, сообщили ДТП. Из подвала вынесены строительные материалы, в частности упаковки с теплоизоляцией. Жертв и пострадавших нет. Из видимых последствий пожара остались только следы копоти на стенах над подвальными окнами и дверями. Строительные работы продолжились. В Кустанай уже несколько месяцев активно обновляют дворы. Правда, не все люди остаются довольны работой подрядчиков. Жители дома 147 по проспекту Абая возмущены тем видом, который оставили после себя рабочие. Рыхлый асфальт, кривые бордюры и площадки у подъезда в виде горки. В ситуации попыталась разобраться наш корреспондент Камила Солкомбаева. Пока в отних дворах вовсю идет благоустройство, в других ремонт завершается. Однако не все Кустанайцы рады переменам. Во дворе дома 147 по проспекту Абая несколько недель трудились подрядчики. Но жильцов результат работы не устроил. Жители рассказали, что обращались в городской отдел ЖКХ, ситуационный центр Алькомьяк, но безрезультатно. Возле мусорных бачков, там у нас лежит одна земля. Ни щебенки, ничего не наложили, просто заасфальтировали. Теперь будут машины ездить, мусорные, это что, потом все провалится. Это деньги на ветер называется. ЖКХ звонили, они вообще игнорировали звонки. Перестали брать, когда первый раз обратился. Обратите внимание, пожалуйста, на качество выполненных работ. Асфальт некачественный. Щебенка просто так, сухой, смешана с асфальтом, спокойно можно ногой выковырить щебенку без усилия. Вот она рассыпается. Кроме рыхлого асфальта, жители двора беспокоят еще ряд вопросов. К примеру, как можно выйти из подъезда, где площадка закатана горкой. По словам Нины Тифоновой, большинство жителей – это пенсионеры. И зимой, когда все покроется льдом, они не хотят скатываться с этой горки. Не забыла пенсионерка упомянуть и о бордюрах, которые не только криво уложены, но и нет въезда для колясок на детскую площадку. Также подрядчики заасфальтировали колодцы по всему двору. Правда, спустя время их отыскали и откопали. Там прокладывали, проложили, закрыли, сравняли. Потом этими ломами и лопатами откапывали, искали, где колодцы. Вот как разрыли, так теперь там и осталось. Подходили ИЦАМа, предлагали переделать, они отказались. Сказали, передадут руководству, бригадиру, который руководит ИЦАМа асфальтированием. Но ноль результата. Ночью, сегодня до последнего. По словам жильцов, такие работы иногда заканчивались глубокой ночью. В телефонном разговоре директор предприятия ТОО «Тазажел-АТЭ», той же Анна Итенова пояснила, что днём работать невозможно. Мешают машины, которые то въезжают во двор, то выезжают. Поэтому и вчера они работали до трёх часов ночи, чтобы завершить ремонт быстрее. Директор предприятия также сообщила, что ремонт в этом дворе ещё идёт и завершится через пару дней. Но вот въезды для колясок на детскую площадку не предусмотрены, поэтому их не будет. Как их нет в других дворах, где работала её подрядная организация. Хамзан Урпиисов, Камила Солкомбаева, РТН. После рекламы мы продолжим рассказывать о событиях. Не переключайтесь.